Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своём канале. Купил я себе ламельный фрезер Lamello. Пришёл он в такой упаковке. Они поставляются в двух вариантах, в сестейнере и в коробке. Я купил в коробке, потому что у меня есть сестейнер фестуловский бесхозный, куда он прекрасно и помещается. Этот фрезер почему-то считается узкоспециализированным. Ну, возможно, по сути так и есть, потому что он делает одну операцию, прорезает пазы определённой формы. Но посредством установки нескольких видов фрез он может иметь расширенное применение. На задней стороне коробки есть все виды соединений, которые можно использовать с этим фрезером. Это распространённые самые, наверное, ламели 20-10-0. Есть возможность поставить ламель S6. Она большая, 85 длиной, для более массивной конструкции. Есть самая маленькая ламель H9. Она 38 длиной. Есть ламель пластиковая для стягивания при склейке. В пласть есть такая же ламелька в торец. Есть фиксирующая ламель неразборная. На ней такие зубчики есть ёлочкой. Но она тоже используется с обычными ламелями. Это в случае, если нет возможности притянуть струбцинами. Есть ламель для искусственного камня. Соединительный элемент симплекс, который как крючок одевается, защелкивается. Можно собрать, разобрать. Есть неразборное соединение пластик, металл. Есть тоже неразборное соединение для склейки. Просто защелкивается. Больше не разобрать. Есть карточная петля, дюплекс называется, для небольших шкафчиков, шкатулок. И есть соединение разборное клапок, которое можно устанавливать. Но для неё тоже нужна фреза толщиной 8 мм. Диаметр тоже 10 мм. И это соединение уже разборное. Можно собирать, разбирать много раз. Есть ещё фреза-лодочка, так называемая, с помощью которой можно производить ремонт древесины. Это убирать смоленные карманы, какие-то дефекты древесины типа трещин. Сфрезируется паз в виде лодочки. И туда устанавливается такая шпонка с клеем. И посредством этого убирается дефект. Ну вот я его поместил в систейнер. В комплекте были наклейки, что удобно. Сразу видно, какой инструмент в ящике лежит. Комплектация у него простая. Есть документы, паспорт. Соответственно, сам фрезер. Есть универсальный угловой упор. Проставка на поворотную подошву 4 мм. Ключи. Ключ для смены грызы. Установки ручки. И маленький ключ шестигранный тоже для регулировки вылитой фрезы. И плюс еще две запасные опорные резинки. В систейнере также присутствует емкость для ламелей, наверное. И были еще образцы ламелек, которые используются. Ну вот, самые распространенные ламели. 10, 20, 0. Ламели изготовлены из бука. Волокна располагаются по диагонали. Сами ламели прессованы для распределения клея. И когда их устанавливаешь в паз заготовки, они расширяются и позиционируют деталь. Вот маленькая ламелька. 38 мм. Шириной. Есть фиксирующая ламель. Вот так она выглядит. Которая неразборная. И две ламельки для стягивания деталей. Они тоже неразборные. При забивании они две детали стягивают между собой при склейке. Мощность у него 780 Вт. Обороты 10 тысяч в минуту. С правой стороны у него есть переключатель глубины вылета фрезы. Это 0, 10, 20. Симплекс, дюплекс и максимальный вылет фрезы. Этот бочонок крутится. Там есть отверстие, в которое заходит шпилька резьбовая. На ней нет никаких контрагаек. Она просто крутится туго. С этой же стороны находится патрубок для пылеудаления. На него можно одеть мешок пылесборник или подключить пылесос. Также сверху находится кнопка блокировки шпинделя для смены фрезы. Кнопка включения и заключения. И лимб. Фиксации поворотной подошвы под определенным заданным углом. На котором есть подпружиненный шарик, который фиксирует подошву в стандартных углах. Это 22,5, 45, 67,5, ну и 90 градусов. Затягиваются очень просто и очень надежно. Также здесь присутствует риска, который указывает центр фрезы. Это удобно, когда уже ставится вот сюда универсальный угольник. и здесь можно ориентироваться уже по этой риске, выставляя высоту фрезерованную. Градация очень четкая, как на линейке, с шагом 1 мм. Расстояние фрезы до откидного упора равно 10 мм. Но есть проставки дополнительно. Вот эта была в комплекте, она 4 мм. И когда мы ее надеваем на этот откидной упор, получается центр фрезы уже 6 мм. и можно работать с материалом 12 мм. Есть еще проставки 2 мм, но их надо отдельно покупать. Они уже подходят для 16-го ДСП, например. Там уже проще получается, никакие регулировки не требуются. Поставили пластину и будет фрезероваться уже центр фрезы будет 8 мм. На поворотном упоре профрезерованы два паза в виде ласточкиного паза. который устанавливается в универсальный угольник, который идет в комплекте. На нем есть риски для позиционирования на заготовке. Есть ответный ласточкин хвост, есть колодка для фиксации, есть ролик, на котором одеты два резиновых кольца. И когда мы его одеваем на эту поворотную подошву, то эти резинки его отталкивают от самой подошвы и он скользит только на ласточкином хвосте. И ходит очень мягко. Здесь нет зубчатых реек, колесиков. Высота фрезерования выставляется вручную. Но ходит очень мягко. Все, прям. вот эти две подошвы между собой не соприкасаются. Между ними есть зазор. Вот здесь. поэтому ничего не шкряпает и друг друга не задевает. Этот угольник является универсальным, потому что он может устанавливаться не только на поворотную подошву, но и на опорную. и является расширителем упора. И вот так можно фрезеровать в вертикальном положении очень стабильно. Для быстросмены фрезы есть вот такой винт, который мы ослабляем. И здесь не крышка, а просто вся подошва снимается. здесь фрезерованы вот такие прямоугольные пазы, по которым ходит фрезер. Ну, я думаю, на этом все. Как смог рассказал. Возможно, это больше походит на обзор покупки, но я вот им еще не работал. Поработаю, какие-то заключения сделала, может, будут какие-то нестандартные решения его применения. И жизнь покажет. Поэтому до встречи и всем удачи! всем удачи! Продолжение следует...